Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все о монетах. Когда разговор заходит про олимпийские рубли СССР или же юбилейные, которые попадались, наверное, всем и каждому в кошелек при советском строе. Вы думаете, что все они дорогие и ценные, но далеко все не так, как кажется. В этом обзоре я расскажу о реально самой дорогой монете, и это не шайба. Ну что, друзья, заинтересовались? Ну, тогда погнали! И сразу хочу сказать о цене на все 64 монеты, в которые входят копеечные номиналы. Стоимость полной коллекции всех юбилейных монет СССР на сегодняшний день составляет около 12 тысяч рублей, или же в районе 5-5,5 тысяч гривен. Друзья, я говорю это с уверенностью, потому что мне удалось продать именно за такую цену пару лет назад полную коллекцию обычного чекана. В простом альбоме за тысячу гривен, приблизительно, через аукцион Виолити. Эту коллекцию приобрел человек, который был, как я понял, не нумизматом. Он прокомментировал свою покупку тем, что хочет вложить свои кровные во что-то маломальски ценное и помнит об этих рублях с детства. Получается, реально, неплохая вещь для дома и для семьи. Честно признаться, друзья, я и сам люблю перелистывать свои альбомы и получаю от этого большое удовольствие. Потом монеты не дешевеют и реальной потери денег не будет. Я с кратким напутствием рассказал, что примерно сколько стоит. Конечно, самой дорогой для этого человека была монета под названием шайба. Шайбой на языке нумизматов обзывают первую монету с достоинством в 5 рублей 1987 года, посвященная 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Версий, почему именно шайба, много, но мне нравится такая. В Советском Союзе на то время была очень сильная сборная по хоккею. И сборная громила всех в этом виде спорта. А 5 рублей вообще было самое большое по диаметру. Вот ей сразу и прилепили прозвище шайба. Стоимость этой монеты несколько лет назад составляла 2500 рублей или же 600 гривен. И по сравнению с остальными монетами этой серии в обычном чекане, эта цена казалась огромной. В основном стоимость остальных монет варьирует от 200 до 400 рублей. Монеты с малыми тиражами и отличного качества доходят до 1000 рублей. Поэтому на этом фоне шайба казалась самой дорогой монетой. Друзья, я родился во времена СССР. И не скрываю, хочу собрать эту коллекцию монет в пруфе. Конечно, на простом чекане не остановился. Решил собрать и так называемый пруф. Кто не знает, что такое пруф, пишите в комментариях. У меня на канале, кстати, есть отдельный обзор, в котором вы можете легко понять, различить, что такое пруф. И как только я стал собирать монеты пруф, цена резко изменилась. Так как это уже специальные монеты, которые обычно не попадают в обороты. Также на них есть и серьезный спрос со стороны нумизматов. Конечно, большая часть этих монет или осела давно в альбомах, или бесследно утрачена за давностью лет. Что приравнивается к первому. Удивили меня отдельные экземпляры, которые стоят в пруфе несравнимо дороже, чем в простом чекане. Например, монета 1 рубль 1965 года. 20 лет победы над фашистской Германией. Простой чекан стоит не более 50 рублей. Те же монеты в состоянии пруф, новоделы, стоят уже от 800 рублей и выше. Шайба пруф, даже набором из трех монет, 1, 3 и 5 рублей, стоит всего 3000 рублей. Вот такие интересные вещи бывают со стоимостью монет. Думаю, пора перейти и к самой дорогой монете, которая и стала поводом для этого обзора. И своеобразным героем сегодняшнего дня. Уважаемые зрители, Эта монета в простом чекане была у каждого советского гражданина. Ее тираж составлял 100 миллионов экземпляров. Стоимость на сегодня в пределах 20 рублей. А вот ленинская монета в качестве пруф считается самой загадочной. Ее не встретишь в общей массе, так как выпуск состоялся позже. В то время шли подготовительные работы к Олимпиаде 80. Страна ждала много гостей из-за рубежа. Именно для них изготовили так называемую «голова Ленина». Производителем стал Ленинградский монетный двор. Отечественным коллекционерам получить денежные знаки было нереально. Как и предполагалось, большинство монет ушли за границу. Отличаются они матовым полем и изображением. Если для обычных монет характерен глянцевый фон, то для пруф варианта этот фон матовый. Стоимость этой монеты не бывает ниже 40 тысяч рублей. И купить ее, друзья, не так просто, даже если вы готовы к такой цене. Полная стоимость коллекции монет в пруфе будет стоить от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. И там больше монет. Полный набор юбилейных монет рублей СССР 64 плюс 19 плюс 6. Итого 89 штук пруф. Староделы, новоделы и Барселона. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор, каким-то образом пригодится информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok